По этой хрупкой и улыбчивой девушке ни за что не скажешь, что она строгий начальник отдела по делам несовершеннолетних Орского линейного отдела МВД России на транспорте. Галина Артемьева пришла в инспекцию 14 лет назад, а сначала она закончила медучилище и даже поработала фельдшером. Поработала в больнице, можно сказать, у меня колоссальный опыт, очень хороший, который мне в жизни как раз-таки очень сильно пригодился. И потом решила все-таки для себя, через некоторое время поработав в больнице, получить высшее образование. Вот получила высшее образование, педагога-психолога, ну и решила применить его на практике. И когда уже была на дипломной практике в школе, пришел инспектор ПДН, который там проводил профилактические беседы, подумала, почему бы нет. В 2007 году поступила на службу в ПДН, получила диплом юриста. И уж кому, как не ей, с медицинским образованием понимать, как цена человеческая жизнь, тем более жизнь ребенка. От станции Айдерля до станции Желтая она и ее коллеги отвечают за то, чтобы дети не баловались рядом с железной дорогой. Линии электропередачи почти 28 киловольт. Поезд, который несется на полном ходу, это источники опасности для несовершеннолетних. Именно поэтому инспекция постоянно проводит рейды, профилактические беседы и проверки. Ну, самое как раз у нас сейчас начинается жаркая пора, это когда у детей начинаются каникулы. У нас основная работа, потому что у деток очень много свободного времени, в результате чего они его проводят бесконтрольно. Как-то дети отдыхают, а мы наоборот работаем. Если возле железной дороги обнаружен ребенок, тут же вызывают родителей. Примечательно, что часто взрослые не знают о том, где проводят время их отпрыски. 22 февраля предпраздничное настроение, а детки у нас решили свое время перепровести на станции Никель. Почему-то там не повеселиться. Тем более, когда начинаешь говорить с родителями, они говорят, так они же во дворе. Я говорю, ну, где во дворе, вы подойдите сюда. Родители подходят, они даже не понимают, как их дети, которые им сказали, что они гуляют во дворе, могут оказаться в совсем другом месте. То есть до такой степени полное доверие идет. Пока побеседовали, пока со всеми разобрались, составили нормативные документы, которые необходимы при выявлении. Мы же практически ночь приехали домой, отметили праздник. Кроме рейдов и профилактической работы, Галина вместе со своими коллегами проходит теоретические экзамены. Сдает практику дважды в месяц стрельбы. Ну, по крайней мере, могу сказать, что в восьмерки попадают точно. Здорово. Но никакая физическая и юридическая подготовка не заменит женщине главного – близких и родных. В балансе между самореализацией и семьей и есть женское счастье, уверена Галина. Дорогие дамы, поздравляю вас с 8 марта. Желаю вам здоровья, семейного благополучия, семейного счастья, самое главное. Потому что женщине для нее главное, чтобы у нее была гармония, как в семье, так и на работе. Деткам вашим исполнение всего самого задуманного, чтобы они всегда у вас шли по жизни прямо, никуда не сворачивали, радовали вас своими результатами. А самое главное, сами были довольны от того, что у них такие рядом находятся хорошие и сильные родители.